Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». Мы хотим вам рассказать о наиболее значимых событиях, которые произошли в первые две недели сентября в Казанском федеральном университете. Давайте вкратце перечислим их. Даже по этому беглому обзору видно, что две недели начала сентября были насыщены нестандартными событиями для нашего университета. Конечно, 1 сентября является праздником, началом учебного года для всей России. И в этом смысле он праздник привычный, классический, традиционный. А вот элементом такой некой неожиданности, даже, я бы сказал, новизны, стало событие, имеющее, скажем так, более глобальный характер, которое состоялось прямо перед 1 сентября с 29 по 31 августа. Речь идет о саммите британского журнала Times Higher Education, который прошел в Казанском федеральном университете при поддержке агентства инвестиционного развития Татарстана. Журнал Times Higher Education широко известен в мире ежегодной публикации глобального рейтинга университетов. Саммит проходит всего во второй раз в России, и на этот раз это было в Казанском федеральном университете. Первый раз прошел в Москве. Надо сказать, что журнал весьма привередлив к выбору своих партнеров в том или ином мероприятии, что, в общем-то, весьма характерно для чопорных британцев. И то, что этот саммит прошел в Казанском федеральном университете, важен не только для самого университета, но и для Татарстана, да и России в целом. Я думаю, что университет имеет отличительные инфраструктура физиальной. Университет имеет прекрасную проведение веществ в разных естьзаках отзывания академики. Это Alice Белый, так что это очень хорошая возможность увеличить профессию глобального федерального. Мы знаем, что университет имеет большие усваивания. Это одна из лучших университетов в Иеруси, одна из сильных университетов в России. И я думаю, что действия таких университетов, мы можем увеличить на усваивания, to raise more awareness, raise its reputation and raise its global profile Which will also help attract more talent more partnerships and strengthen it even further. We studied here Kazanfari for the first time. I had a small round of the medical institution of the university and it looked quite impressive to me. You have the state-of-the-art facilities and I think it's only recently that the Indian students have started coming here, especially in the medical institute. I believe that there are some 20 students already there who came last year and another 30 students, I'm told, will be joining this year. I would like to thank the university for hosting our THE Summit and I'm very impressed with the quality of speakers and it's a very, very good event to get different representatives from different universities and these parts of the world together to discuss the most important question when it comes to rankings and research. Казанский федеральный университет изменился колоссально за последние годы. То есть здания, совершенно новые оборудования, люди, то есть видно, что Казанский федеральный университет сейчас действительно становится университетом мирового класса. Мероприятие, оно у нас нацелено на то, чтобы и республика, и столица Казани была более узнаваема, но от любого мероприятия всегда синергетический эффект, не только для республики, но и для самого высшего заведения, конкретно для университета, для всех университетов и институтов, которые расположены в республике. Кадры решают все, а квалифицированные кадры решают еще больше. Российская федерация, страна, как вы знаете, самая большая в мире по территории, конечно, она дисбалансирована, в том числе и в смысле развития науки и образования. У нас на сегодня есть на территории страны точки, которые мы действительно можем назвать достойным таким вот хабом для развития образования и науки. Республика Татарстан, это точно сегодня такая точка на карте Российской Федерации. И мы надеемся, что мы сможем себя так назвать и в дальнейшем на глобальном рынке, на мировом. Кадры сегодня в России готовят немногие вузы, а вот Казанский федеральный университет готовит. И мы очень этим гордимся и считаем, что такое мероприятие, оно тоже в своем роде для нас является определенным инвестиционным продвижением для Татарстана и, конечно, для Российской Федерации. Роль университета одного, она усиливаться должна тем субъектам, которые понимают эти задачи. Мне кажется, мы присутствуем здесь, как раз здесь такая территория, где и все руководство Татарстана понимает задачи университетов. И вот мы видим эти отличные эффекты и как они в действии проявляются. Авторитетный эксперт в области медицинского образования Малком Грант, председатель, кстати, национальной системы здравоохранения Англии, ваучую смог ознакомиться с уровнем медицинского образования в нашем университете и подискутировать с коллегами из разных стран о будущем медицинского образования. Впрочем, давайте дадим слово про ректору Марату Сафиулину. Рейтинговые агентства, они очень неохотно идут на то, чтобы проводить какие-то мероприятия. То есть, и нужно иметь какие-то экстраординарные, ну скажем, возможности и потенциал для того, чтобы чем-то обогатить мировую науку и образование. И с этим в Российской Федерации непросто, я хочу сказать, учитывая то, что вот, когда были сложные 90-е, 2000-е годы, наши науки и образования, они были без внимания, даже, можно сказать, где-то в забвении и серьезно отстали от мировых трендов. И вот нам очень приятно, что после многочисленного аудита, работа она шла, наверное, началась в октябре прошлого года, то есть, они подобрали площадки. И, что очень приятно, по отзывам многочисленных участников, то есть, у нас форум получился. Во-первых, приехали очень известные ученые, причем из университетов, с которыми мы хотели начать работать. Почему нам нужен был Таймс? Я объясню, есть такой парадокс рейтинга. С чем он связан? То есть, для того, чтобы иметь, для того, чтобы нам повысить рейтинг, нам надо сотрудничать с вузами, у которых рейтинг выше. Но вузов, у которых рейтинг выше, не очень хочется сотрудничать с вузами, у кого рейтинг ниже, потому что это ведет к некоторому снижению их конкурентных позиций. И поэтому, я вот хочу сказать, мы активно уже на протяжении 2013 года работаем, скажу, что это очень сложно. То есть, особенно с топовыми вузами, особенно на уровне первых лиц, вот наладить какие-то контакты. И вот Таймс, это как его позволило нам это предпринять. То есть, я хочу сказать, вот это самое большое достоинство, когда руководители, а очень много было руководителей. То есть, вот в последних форумах никогда, чтобы более 30 ректоров, более 50 проректоров принимали участие. То есть, такого в практике ни КУЭС, ни Таймс Хар Эдикейшн пока это не было. И надо сказать, что тоже рассчитывали, я вам скажу, что вы понимали, что зарегистрируется и будет участвовать где-то 200 человек. 150 это вот иностранные участники или через систему Тейчай, и 50 где-то вот с нашей стороны или, скажем, с республик Татарстан и с проекта 5 ТОП-100. В результате зарегистрировалось и только со стороны Тейчай, и оплатил свое участие порядка 250 это человек. Это очень много. Хочу вам сказать, что вот моя личная практика, что даже не верят, что вот особенно Мальклин Грант, пока он сюда не приехал, это один из руководителей службы здравоохранения Великобритании, очень авторитетный ученый, он профессор Йоркского университета, он не верил, он говорил, что это невозможно, то есть это вот или Потемкинская деревня, или вы не понимаете, о чем говорите, то есть это сделать за этот период и с таким бюджетом невозможно. И вот после того, как он проехал, он все посходил, все посмотрел, все пощупал, со всеми пообщался и только после этого он сказал, да, теперь я вот верю, что это есть. То есть вот хочу сказать, что, к сожалению, вот где-то и информационно мы не дорабатываем, то есть нам очень сложно в этом большом информационном пространстве донести до потенциальных партнеров, до потенциальной аудитории свои возможности и свои проекты. Журнал Time High Education впервые в своей истории определил список университетов евразийских стран для рейтингования, если так можно, конечно, выразиться. Евразийский рейтинг не означает, что это какой-то новый рейтинг. Это означает, что из общего мирового рейтинга университетов вычленяет группу стран, которую Time High Education для себя определил как евразийскую. От этого позиции в общемировом табеле рангов КФУ не меняется, просто мы можем сравнить себя с другими университетами из списка этой евразийской группы. Согласно этому списку в евразийской группе мы десятые, а по России мы занимаем шестое место. Выбор стран в этом списке для нашего российского глаза и уха, в общем, достаточно противоречив. Впрочем, своей мысли по этому поводу изложит мой коллега Рустам Вафин. В конце августа перед началом очередного учебного года в стенах Казанского федерального университета прошло крупное научное событие – саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Times Higher Education – это чрезвычайно авторитетный британский журнал, научный журнал, при котором вот уже полвека действует не менее авторитетный аналитический центр. Этот центр занимается разработкой методов оценки качества высшего образования и составляет ежегодный рейтинг университетов мира. Собственно, именно этот рейтинг и сделал аббревиатуру THE, столь узнаваемой в мире высшей школы. THE наряду с еще двумя рейтинговыми центрами – КУЭС и Шанхайского университета – составляет большую оценочную тройку мировых вузов. И в каком-то смысле эта тройка является аналогом большой аудиторской тройки в экономике – Private House, Deloitte, Earth & Young. Все деньги мира, все глобальные инвестиционные фонды строят свою политику в отношении участников мировой экономики, опираясь на оценки этих аудиторов. Ровно так же глобальный научно-образовательный мир взвешивает своих коллег по цеху, по их месту в рейтингах THE. Приличное место в этом рейтинге обеспечивает повышенное внимание к вузу, готовность идти на совместные проекты, обеспечивает приток студентов, иностранных студентов, приток средств, в конце концов. Сейчас Казанский университет занимает в глобальном рейтинге THE 439-ю позицию. Много это или мало? Для нашего общества, Россия-центричного общества, уверенного, что само солнце крутится вокруг нашей страны, мнящего увидеть Казанский университет соперникам Гарварда или Кембриджа, место в пятой сотне покажется не впечатляющим. Но в глазах международного вузовского сообщества мы находимся где-то в одном ряду, например, с университетом Гамбурга. Или университетом Генуи, или университетом Техаса. Другими словами, с крепкими региональными вузами ведущих экономических и научных держав мира. По отдельным предметным направлениям, КФУ вообще близок к тому, чтобы войти в первую сотню рейтинга THE. Например, по археологии, по преподаванию английского языка, по педагогике. Рейтинги THE охватывают свыше 30 тысяч вузов, и 439 место в нем – это вполне достойная и уважаемая позиция. Но помимо глобальных рейтингов, британский центр выдает еще макрорегиональные рейтинги. Рейтинги вузов Европы, рейтинги Северной Америки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Китая. Собственно, поводом для приезда в Казань руководства THE в компании с представителями ведущих вузов мира стала презентация нового межрегионального, макрорегионального рейтинга THE – евразийского рейтинга. В него были включены вузы стран бывших СССР, за исключением Прибалтики, Турции, Ирана, и включая такие слабые в научном отношении государства, как Монголия и тем более Афганистан. Конечно, Россия в этом рейтинге выглядит очевидным фаворитом, в частности, КФУ занимает в нем 10-е место по версии ТЕЧИ. И хотя презентация этого рейтинга Евразия сопровождалась красивыми словами об обширности этого региона, о важности его, о стыке Европы и Азии, и тем не менее определенная горечь присутствует, это сладкие слова, эту горечь, наверное, подсластили лишь отчасти. Все дело в том, что в самоощущении российского научного мира, в этом самоощущении мы являемся частью общего европейского научного сообщества. И до недавних пор это ощущение вполне разделялось и коллегами там, на Западе. Но политика медленно и верно меняет эти представления о нас там, и, в частности, британские аналитики очень дипломатично отодвигают наш научный мир туда, в сторону Турции, в сторону Ирана, в общество бывших старых континентальных империй. Видимо, по новому мнению коллективного Запада, наша страна в политическом и ментальном смысле сегодня с ними более схожа. Наверное, отсюда появление нас в этом рейтинге евразийском. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Контекст» на телеканале «Универт-ТВ». Итак, все же возвращаясь к теме саммита, у многих сторонних вне этого процесса людей может возникнуть вопрос, для чего все это делается и что это дает в конечном итоге. Обратимся к ректору Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. На сегодняшний день в нашем университете обучается порядка 7 тысяч иностранных студентов из 94 стран мира. Я думаю, для всех них это будет очень хорошим знаком для того, чтобы генерировать сюда поступление еще и новых студентов, которые будут прославлять наш университет. Также проведение данного саммита в стенах нашего университета, я думаю, будет способствовать улучшению академической репутации нашего университета, поскольку очень важен эффект узнаваемости в мире. Наш университет очень быстро развивается, и те, кто посещал его 5-6 лет назад, могут сегодня приехать и попадает в совершенно другой университет. Академическая репутация помогает нам выстраивать совершенно новые коммуникации с нашими коллегами из различных университетов мира, и что способствует продвижению достаточно быстрому в научных исследованиях. На саммите выступал наш молодой коллега Михаил Варфоломеев, который с успехом докладывал о новых подходах Казанского федерального университета в добыче тяжелой нефти и битумов, количество которых в Татарстане и России просто огромное. Не прошло и недели, как эта тема продолжилась. На днях состоялся традиционный ежегодный нефтегазохимический форум Татарстана. И традиционно специалисты Казанского федерального университета приняли активное участие в работе форума. Интересно, что в этот раз специалисты КФУ приняли участие в различных коллаборациях вместе с малыми нефтяными компаниями, нефтепереработчиками и нефтехимиками, что свидетельствует о высокой востребованности разработок наших ученых в реальной экономике. Были представлены разработки по каратажу, по 3D-моделированию, но наибольший интерес все-таки вызвали разработки нашего университета в части исследования добычи сверхвязких нефтей. Сверхвязкие нефти – это, по сути, будущее всей нефтяной индустрии Татарстана. Это наше с вами будущее. И разработки, любые разработки на этой теме, они открывают дорогу в это будущее, позволяют увеличивать запасы этого сложного углеводородного вида нефти. Соответственно, разработки КФУ даже сейчас вызывают достаточно повышенное внимание и идет очень интенсивный научный обмен между учеными нашего университета, учеными Китая, Колумбии, Кубы. Китая проявляет интерес к нашим разработкам и крупнейшие нефтегазохимические компании. Достаточно для примера привести колумбийскую компанию «Экопетроль» национальную или привести крупнейшего гиганта Китая – это государственный нефтегазохимический холдинг «Сиен-Пси». Здесь с нашим университетом идет самая активная работа и взаимодействие. Еще раз повторю, что сверхвязкая нефть – это будущее нашей республики. И вдвойне приятнее, что ученые нашего университета участвуют в формировании повестки дня будущего. Вы знаете, на этих выставках в последние годы мы выставляемся с партнерами, как правило. То есть не делаем свою конкретную от университетную выставку, а потому что это намного выгоднее получается, намного интереснее. Это действительно демонстрация реальной работы с нашими партнерами. В этом году это малая компания. Малая компания – это отрастание порядка 30 малых компаний. Практически со всеми мы работаем. Здесь же на форуме представители китайской компании «Синотек» – это лидеры в области сланцевой нефти и газа в Китае – активно заинтересовались исследованием университета. Глубокое впечатление осталось у меня. После выставки, после конференции я с проректором, мы детально обсудим дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Безусловно, нефть – это важно. Тем более для нашей страны и республики. Но помимо нефти есть еще и другие ценности, такие как духовная культура и развитие народов, возрождение традиций, взаимоуважение разных носов и конфессий. Именно вот в этом ключе проходил Международный Казанский форум «Межкультурный диалог». Участие в форуме Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента России, только усилило значимость события. Главным бенефициаром происходящего стал госсоветник президента Татарстана, почетный доктор Казанского федерального университета Ментимир Шаймиев. В этом ему активно помогали гости форума Сергей Кириенко и заместитель гендиректора ЮНЕСКО Синь Цюй. Но надо отдать должное, Ментимир Шаймиев не раз публично возвращался к роли Казанского федерального университета в контексте межкультурного диалога, упоминая также об огромной работе, проделанной учеными КФУ во включение объекта всемирного наследия болгарского и свияжского историко-археологического комплексов проекта ЮНЕСКО. 17 лет тому назад, 21 сентября 1901 года, состоялось торжественное открытие загородной обсерватории Императорского Казанского университета. В честь выдающегося ученого и астронома Василия Павловича Инбергана, он долгие годы состоял в переписке с директором Казанской городской обсерватории, ректором Казанского университета Дмитрием Ивановичем Дубьян. 21 сентября 2014 года Казанский университет сдержал данные им слова. Благодаря усилий к нынешнему ректору Ишаку Аркадовичу Альтафорову, здесь он присутствует, и его командой была исполнена последняя их воля. Быть похороненными рядом друг с другом в окружении любизных и в сердцу инструментов. В сентябре 2014 года, согласно воле покойного основателя Астрономической обсерватории Казанского университета Василия Энгельгарда, через сто лет после смерти состоялось перезахоронение останков из Германии на территории обсерватории Казанского федерального университета. Это был исторический морально-нравственный поступок руководства Казанского федерального университета, важный не только для университетского сообщества, но и для общественности России и Германии. В рамках форума «Межкультурный диалог» состоялось и открытие первого в России музея археологии дерева. В Свияжске был открыт музей археологии дерева. Мероприятие проходит в рамках форума ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Форум идет в Татарстане с 4 по 7 сентября и организован при участии государственного советника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО Ментимера Шаймиева. В список всемирного наследия ЮНЕСКО на данный момент входят три объекта, расположенные на территории Татарстана. Это Успенский собор и монастырь острова Свияжск, Казанский Кремль и болгарский историко-археологический комплекс. На открытии выступил государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев. Мы сейчас с вами открываем следующий музей. Но я не знаю, это мое восприятие. Что-то подобного я сам до сих пор не видел. Музей археологического дерева. Это выполнили наши специалисты, наши ученые. Они сегодня здесь присутствуют. Огромная им благодарность. Также выступили вице-президент Российской Академии Наук Николай Макаров и заместитель директора музея Магнус Олафсон. Проект музея был реализован Казанским Федеральным Университетом, в частности Институтом Международных Отношений. От КФУ в открытии поучаствовали ректор Эльшат Гафуров и директор Института Международных Отношений Рамиль Харуддинов. Один из идеологов создания этого музея Айрат Габридович Сидиков, он директор Института археологии Академии Наук Татарстана. Но вместе с тем он является директором высшей школы исторических наук и мирного культурного наследия Института Международных Отношений Казанского Федерального Университета. И вся группа, так или иначе, являются и сотрудниками академических вузов, Министерства культуры, но вместе с тем они и преподаватели нашего КФУ. В создании приняли участие Российская Академия Наук и Казанский Государственный Институт Культуры. Возможности Федерального Университета они велики. Мы имеем возможность приглашать для участия в проекте и программе выдающихся исследователей и ученых мира. И естественно, так или иначе, доля КФУ в реализации этих проектов, наверное, является одной из самых основных. В музее создана экспозиция, посвященная быту городского населения Средневековья. Дополняет экспозицию анимация. На одной из таких представлен город того времени. Это анимация. Это сделали, кстати, студенты. Студенты Казанского Государственного Института Культуры, Казанского Федерального Университета. Если ученых, если взрослых людей тянет к подлинным вещам, то детей тянет сюда. Почему? Это новые технологии, новые виртуальные технологии, которые позволяют объединить прошлое, настоящее и будущее. Сентябрь – это урожайный месяц. Мы запасаемся на зиму всем тем, что смогли вырастить за наше короткое лето, которое в этом году было почти идеальным. Для университета сентябрь 2018 года оказалось еще и урожайным – торжественное празднование юбилеев знаменитостей, чьи имена навечно связаны с нашим университетом. 190 лет исполнилось 9 сентября одному из самых известных в мире русских писателей Льву Толстому, который был студентом Казанского Императорского Университета. Надо сказать, что 2018 год по инициативе Казанского Федерального Университета, которую поддержал президент Татарстана Рустам Миниханов, объявлен годом Льва Толстого в Татарстане. 275 лет в июле исполнилось Гавриилу Державину – великому государственному деятелю Российской империи, поэту. Он учился в Казанской гимназии, на базе которой в 2004 году, согласно указу Александра I, и был создан наш университет. Торжественные мероприятия начались еще 8 сентября открытием выставки «Отда Державина. Бог» в каллиграфическом воплощении. 13 сентября состоялось открытие 14-й Международной научной практической конференции «Державинские чтения». В Казанском федеральном университете состоялось открытие Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», которая проходит в стенах Альма-Матры с 2015 года при поддержке правительства Республики Татарстан. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Гавриила Романовича Державина. Сегодняшняя конференция, она и современная, ибо отвечает вызовам сегодняшнего дня. Она посвящена вопросам правового регулирования цифровой экономики. Это очень актуальная тема, поскольку, когда отсутствует правовое регулирование, этот факт является сдерживающим для реализации многих наших проектов. Официальное открытие стоялось в императорском зале Казанского федерального университета и началось гимн Державинских чтений. Тот факт, что Державинские чтения стали международными, свидетельствует о признании наших заслуг в области популяризации науки. И сегодня мы в очередной раз собрались обсудить актуальные проблемы в сфере юриспруденции культурного наследия Гавриила Романовича Державина, а также высшей школы, которая стремится обрести новое лицо в условиях информационного общества. Участие в открытии 14-х Державинских чтений принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мохаммедшин, митрополит казанский и татарстанский феофан и первый заместитель муфти Республики Татарстан Рустам Хазрат Валиулин. Имя Гавриила Державина, она вечно будет связана с Казанским университетом. Он был одним из выпускников гимназии, которая, согласно указу Александра I, в 1804 году стала базой для создания императорского университета. Благодаря Казанской юридической школе, сформировавшейся в стенах университета еще 200 лет назад, и сегодня, в начале 21 века, славные традиции правоведов успешно развиваются Казанским привозским федеральным университетом. В этом году темой 14-х державенских чтений стали информационные технологии в праве и правовые условия развития цифровой экономики России. Современные цифровые технологии сегодня повсеместно проникают и в гуманитарную сферу, меняя на наших глазах науки о человеке, обществе и культуре. Обсуждать вклад Державина в развитие страны в Казанском федеральном университете начали уже 8 сентября. Произошло это во время открытия экспозиции, посвященной именитому деятелю. Именно в этот день, к 275-летию со дня рождения выдающегося российского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина, в преддверии традиционной международной конференции «Державинские чтения» в музее Николая Ивановича Лобачевского КФУ открылась выставка «Оды Державина – бог каллиграфического воплощения». Здесь после смерти Гавриила Романовича оказались вещи его личные, мемориальные, которые хранили энергию поэта. Здесь впервые был установлен памятник, который стоял у вас во дворе. И, конечно же, мы привезли прекрасно эти 17 картин. На этом цикл мероприятий не закончился. 12 сентября в главном здании Казанского федерального университета прошла 9-я серия научно-популярного проекта про наука в КФУ под названием «Ночь в императорском». Она была посвящена 190-летнему юбилею одного из известнейших студентов Казанского университета – великого писателя Льва Толстого и 275-летнему юбилею государственного деятеля и поэта Гавриила Державина. С 14 сентября школьники Лаишевского района Татарстана получили статус воспитанников в Сокуровской школе имени Гавриила Державина. С этого дня данная школа будет сотрудничать с Казанским федеральным университетом. На торжественном мероприятии по данному поводу выступили ректор Казанского университета, ректор Государственного университета юстиции, а также первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, глава Лаишевского района и многие другие. После приветственных слов и поздравлений состоялось открытие мемориальной доски Гавриилу Державину и возложение цветов к монументу. После торжественного открытия мероприятия первый проректор КФУ и директор Сокуровской школы имени Гавриила Державина подписали договор о сотрудничестве. Завершая тему сентябрьских юбилеев, замечу, что 15 сентября – это еще и 190-летний юбилей великого русского химика Александра Бутлерова, профессора Казанского императорского университета, а, кстати, основоположника известной Казанской химической школы. Наиболее очевидное пересечение химии и медицины, наверное, проявляется больше частью фармакологии. Впрочем, речь сейчас пойдет несколько о другом, о прецизионной медицине, а точнее о международной конференции «Casin Precision Medicine», которая прошла с 10 по 12 сентября в Казанском федеральном университете. В Казанском университете состоялось открытие симпозиума по прецизионной медицине. В его проведении принимают участие ученые КФУ, представители университетов-партнеров, исследователи из Вашингтона, научно-исследовательской сети Великобритании в России и так далее. Само название заседания уже говорит о том, что главный тренд состоявшегося мероприятия является прецизионная медицина. Ученые уверены, что данное направление сделает бессмысленными даже самые распространенные терапевтические методики. Наступает новая эра узкоцелевого точечного лечения. И ключом в эту эру служат такие технологические прорывы, как наночастицы, охотящиеся за раковыми клетками или убийственные для вирусов лазеры. О том, что из себя представляет прецизионная медицина, нам удалось узнать у проректора по биомедицинскому направлению Казанского университета и директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова. Это и персонализированная медицина, это и доказательная медицина. Поэтому вот это такой гибрид, и это новый тренд в медицине, когда идет не просто персонализированная, а и доказательная с учетом и окружения, и экологии, и гигиены, и всего прочего, так сказать. То есть, ну, реально, это на самом деле персонализированная медицина, точная на научных данных для лечения какой-то патологии или предупреждения какой-то патологии. То есть, основной смысл, как мы можем использовать современные геномные данные, омиксные данные, для того, чтобы составить максимально полную картину о конкретном пациенте, и врачи могли бы принять решение, какие лекарства существующие или экспериментальные могли бы этому конкретному пациенту помочь. Участники симпозиума имели возможность представить базу знаний и зарубежный опыт в развитии прецизионной медицины, обсудить подбор лекарств и рассмотреть успешный опыт научных программ. Белых пятен, как вылечить рак, практически не осталось, по большому счету. Конечно, есть какие-то еще места, где надо работать, но как лечить рак, по большому счету, все знают. Значит, в ученом мире. Доктора этого не знают по многим причинам. Наука развивается слишком быстро, у них не было образования, они получали давным-давно. Значит, чтобы проанализировать пациента, нужны большие программы с большими... знать, как им пользоваться, и большие базы знаний. Значит, по всем этим причинам главное сейчас, как бы, внедрение всех этих знаний в практику, клиническую практику. Это одно из первых мероприятий такого уровня и в Татарстане, и в России, где поднимаются вопросы, обсуждаются вопросы прецензионной медицины. Вся проделанная учеными работа подтверждает то, что лечение от рака действительно существует. А прецензионная медицина предоставляет ученым новые возможности создания препаратов для лечения не менее опасных болезней. Работа симпозиума продлится до 12 сентября включительно на площадке Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. И неожиданно вдруг я выяснил для себя, что ученые уже давно установили технологию лечения рака, то есть рак излечим. Но проблема в том, что наука ушла очень далеко в сравнении с базой знаний действующих врачей, реальной на местах, имеющейся инфраструктурой и так далее. Причем не только в России, но и в мире в целом. Как улучшить лечение пациентов с онкологическим заболеванием, а далее и вовсе выявлять болезнь до ее возникновения. После официального открытия симпозиума его участники были приглашены в Зоологический музей Казанского университета. Для них была проведена экскурсия, где гости вуза смогли не только увидеть уникальные экспонаты, но и узнать историю университета. Далее ученые отправились в учебную лабораторию Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Делегация ознакомилась с технологиями и оборудованием, благодаря которому медицина может сделать серьезный шаг к победе над раком задолго до первых симптомов. Разнообразие оборудования лаборатории Казанского университета оценили по достоинству. С такими инструментами ученые достигнут больших результатов. Высокие медицинские технологии создают потребность в компетентных и прогрессивных специалистах. В этом отношении в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ для подготовки врачей используются самые инновационные разработки. Именно с ними гости вуза познакомились в симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Увидел я тут много чего, я не видел и в Америке. То есть, с оборудованием совсем, довольно богат университет. И я удивляюсь, откуда такие идеи. Потому что не в каждом американском университете, где я поработал во многих местах, не каждый имеет такое оборудование, могут многие позавидовать. Скажем так. Уже сейчас понятно, что наука ушла далеко вперед и продолжает развиваться. Но докторам донести новейшие знания пока не удается. Будущее здоровье всего мира станет доступно, нужно лишь объединить ученых и врачей, дать им нужное оборудование и финансы. Нам же остается только ждать этого воссоединения. В этом смысле руководство Казанского Федерального Университета уже более пяти лет выстраивает очень грамотную стратегию, готовя врачей и ученых, врачи и исследователей на базе созданного медицинского кластера университета. Имея в составе кластера собственную клинику, необходимую новейшую инфраструктуру для научно-исследовательской деятельности и инфраструктуру для образовательной деятельности на принципиально других цифровых подходах можно и должно рассчитывать на преодоление этого пресловутого барьера между научными результатами и реальной практикой, существующей сегодня в клиниках. Осилит дорогу идущий, так глазит древняя поговорка. Казанский Федеральный Университет делает уверенные шаги по своей дороге реализации медицины будущего, и это внушает устойчивый оптимизм. Оптимизма добавило и сообщение о победителе Международной Олимпиады по информатике выпускники лицея Лобачевского Казанского Федерального Университета Рамазана Рахматулина. Рамазан стал лучшим в российской команде, взяв золото в личном зачете. Все-таки верным было решение в 2013 году ректора Ильша Тагафурова принять юридически и фактически лицей в состав Казанского Университета. Также он не ошибся, возвратив на должность директора лицея Елену Скобельцину. Результат, что называется, налицо. К тому же лицея еще в этом году вошел и в сотню лучших школ России. А на этом позвольте попрощаться с вами, дорогие телезрители, до следующей встречи. Вы смотрели программу «Контекст» на телеканале Универ ТВ, а вел программу Ильдар Каримов. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова